Всем привет! Меня зовут Виктор. Я приветствую вас на своем канале, где мы говорим о сыре, о хлебе и не только. Я сегодня хочу ответить на несколько самых таких, как бы казалось, простых вопросов, которые может задать человек, который только начинает делать сыр, который что-то слышал, но информации все равно мало знает. И надеюсь, это будет полезно именно для такой категории людей. Это видео спонтанно возникло от списка вопросов, которые мне прислали некоторые люди в личные сообщения, и из них я выбрал самые такие, которые часто встречались, и именно на них дам ответа, что поехали. И первое из них, что такое фермент, где его взять и для чего он нужен. Во-первых, молоко это жидкость, и чтобы сделать с него сыр, твердую субстанцию, нам нужно его каким-то способом превратить в это. И есть два способа. Я объясняю, понимаю, такими терминами непрофессиональными, и именно в этом и цель. Я хочу объяснить так, как бы я объяснял своему 10-летнему брату или еще меньше, например, чтобы все было по-простому. Можно начать превращать молоко в густую субстанцию способом либо дождаться, пока оно скиснет, и за счет этого там происходит превращение, что за счет повышения кислотности оно становится густым. И потом, нагревая вот эту уже желеобразную массу, что есть в кефир, мы получим творог. И, кстати, творог это не только сыр, который есть у нас в нашей культуре. Если взять все северные страны, Европы, даже ту же Канаду, то у каждого есть своя версия творога. Они делают его чуть по-разному, но суть та же. Они получают его за счет того, что молоко просто скисает и не добавляя никакого фермента. И второй вариант, как получить из жидкого молока густую смесь. Это постараться имитировать тот процесс, который происходит внутри желудка млекопитающих. Это и людей, и животных, у которых мы берем молоко. У них в желудке, у нас в желудке есть определенные такие организмы. Они классифицируются как энзимы. Их же называют ферментами. Они также вступают в реакцию с белками, которые есть в молоке, именно белок. И отделяют его. И это второй способ, как мы можем получить из жидкого молока густую субстанцию. И далее мы также за счет того, что мы его немного нагреваем, вымешиваем. Когда мы делаем сыр, мы получаем с уста. То есть два способа. Либо молоко скисает, либо молоко сворачивается с помощью фермента. Либо смешанный вид. Это, к примеру, когда мы делаем козий сыр шепот. Так вот, где взять фермент? У нас в Украине в каждой ветеринальной аптеке есть фермент для именно сворачивания молока. Я думаю, он используется, когда там штучно выкармливают телят. Точно не могу сказать. Но он называется мейтер. Это небольшая упаковочка. Происхождение этого фермента не из животных, а из каких-то грибковых микроорганизмов. Но он хорошо работает. Я первый год на нем делал сыр. Если вы только начинаете, думаю, что он будет самый простой. Там будет простая пропорция. Он идет одна пачка, один грамм на 100 литров. Вы уже его себе делите, разводите в воде и пользуетесь. Так что, это, пожалуй, самый простой вариант, где взять фермент. Или же просто посмотрите в интернет-магазинах заквасок. Поищите, что есть там. Второй вопрос. Сколько сыра должно получиться из определенного объема молока? И с какого количества лучше начать? Если вы будете делать полутвердый сыр, что-то типа брынзы, либо феты, можете начинать где-то с 5 литров. Выход с 1 литра молока где-то составит под 200 грамм. То есть, с 5 литров вы можете получить килограммовую головку сыра. Если будете делать уже твердый сыр, то с 1 литра получите грамм 100-120, возможно, 80 грамм. Соответственно, с 10 литров, математикой, думаю, вы понимаете. Именно поэтому добиться, ну, хотя бы килограммовой головки лучше делать так. И здесь же, когда вы будете делать сыр на длительное вызревание, даже небольшой, старайтесь найти форму, чтобы она была по размерам, то есть, диаметр и высота одинаковы. Иначе обычно в домашних условиях сложно будет, чтобы он не пересох. И имея вот правильное соотношение сторон, опять же, с моего опыта, субъективного, я бы рекомендовал лучше сделать так. Какие использовать формы, какую ткань использовать? А я, когда начинал, я просто брал пластиковые формы, возможно, там килограммовое мороженое в них продаются, вот что-то подобное, пластиковые пищевые ведерко, просто их чем-то пропаять можно. И вот такое небольшое килограммовое ведерко, можно сделать головку полутвердого сыра, реально весом под 1 килограмм, и, кстати, соотношение сторон будет правильное. Если вы делаете вот в такой форме, там, где нету много дырочек, а просто отверстия иногда проходят, то реально ткань не обязательно использовать. Я бы сказал, используйте ткань уже от, там, я не знаю, литра, может, 20-30, и, с моего опыта, для того, чтобы просто легче было его вытягивать. И если вы что-то неправильно сделаете, то сыр ваш не прилипнет к форме, его будет легче достать. Какую ткань именно использовать? Когда я делал, например, йогурт, у меня были плотные ткани. Когда я делаю сыр, я стараюсь использовать ткань чем потоньше, для того, чтобы, когда мы ее заворачиваем, у нас было чем поменьше складок. Но мне кажется, это достаточно точное определение, которым можно руководствоваться. То есть, чем потоньше, чтобы не было лишних складок, потому что это будет проблема вызревания. Если вы уже делаете сыр с некоторым периодом созревания, то сколько он должен сушиться, как его солить? Я бы использовал в вашем случае, как вы сделали сыр, оставили себе сыворотки достаточно для того, чтобы погрузить туда этот сыр. То есть, это, скорее всего, будет не весь этот объем. Пусть даже это будет еще теплая сыворотка, туда добавить соль. В соотношении на литр сыворотки 250 грамм соли, чтобы получить 20% раствор. И тогда ваш сыр, который получился, его солить нужно где-то с расчета 6-8 часов на 1 килограмм сыра, если это твердый сыр. И где-то 4 часа, 3-4 часа. Если это сыр такой столовый, сейчас вот съесть свежим его. 4 часа на мягкий, 6-8 часов, если это твердый, уже полутвердый сыр на длительное вызревание. Соответственно, если у вас будет головка мягкого сыра, 200 грамм, то ее реально не более часа солить, иначе он пересолен будет. Но, даже если вы его пересолили, забыли, не переживайте. Можно положить просто в воду пресную, либо сыворотку пресную. Соль лишняя выйдет. И относительно сушки, руководствуйтесь просто своим чувством прикосновения. То есть, когда сыр полностью высох, его вы берете в руки, не чувствуется, что он у вас прилипает как-то к рукам. Это сыр, который готов уже идти на созревание, который уже можно перестать сушить. Сыр, конечно, можно пересушить, когда уже обратно не вернешь, потому что он может дать трещину. Это тоже не самый лучший вариант, но он дальше даже с трещиной может вызревать. Просто в этой трещине может образовываться голубая плесень. Не знаю, зачем это все лишнее говорю, но, наверное, это полный ответ такой. И сколько вызревать должен сыр по времени, какие условия обязательны для созревания. По времени сыр может созревать до того дня и до сколько вы там пожелаете. Но если вы только начинаете, я бы сказал, для небольших сыров килограммовых дайте ему хотя бы 6 недель, то есть полтора месяца. Лучше выдержать до двух месяцев. Где-то в этот период начинают уже происходить такие изменения вкусовые, что до месяца еще, может быть, вы его не почувствуете. Если вы уже выдержите хотя бы полтора-два, то вы сможете получить достаточно интересный вкус. Как вызревать такие условия? Не у всех будут психометры или гейрометры для измерения влажности. Честно скажу, я 3 года и уже делаю сыр. Я приобретал их, но я их не устанавливал. Нужно будет как-то это сделать. Я просто на ощущение это делал, оно получалось. Поэтому в холодильнике будет не лучшее место для созревания, особенно если это холодильница и всем остальным. Поэтому используйте их как контейнер, небольшие какие-то круглые контейнеры, квадратные контейнеры. Для того, чтобы туда можно было поместить сыр на какую-то подстиллу, чтобы он не прилипал к плоскому дну контейнера. И регулярно, раз в день, раз в два дня, тоже смотрите, как он себя ведет. Поставать контейнер, вытирать лишнюю влагу и обратно ложить туда сыр, переворачивая. В таких условиях в закрытом контейнере вы получите влажность нужную для созревания сыра, чтобы он не высохал. Убирая лишнюю влагу со стенок, вы также позаботитесь о том, чтобы он не был в избыточной влаге. И последний вопрос, это какой литературой пользоваться, чтобы узнавать рецепты, секреты, ответы на вопросы, когда есть. Я не могу подсказать одной книге. В зависимости от того, какой подход к изучению вы любите, какой подход к сыродению, в данном случае, вам нравится, ищите информацию для себя нужную в интернете. Я бы посоветовал вам разобраться в том, как работают вот эти процессы, для того, чтобы вам не нужно было узнавать, как создать этот сыр или этот, или иной. А чтобы вы поняли суть того, что происходит в процессе сыроделия, и, соответственно, могли понимать конечный результат, делать обратный анализ, и понимать, что нужно сделать с молоком, чтобы получить тот конечный результат. Понятно, что для этого нужно время, эксперименты, для этого можно идти, где-то поучиться, но всё возможно. Тем более, в это время, когда информации столько, что остаётся её только брать и применять. Спасибо за ваше внимание, надеюсь, это было полезно. Напишите в комментариях, что вы думаете. Возможно, ещё какие-то вопросы у вас возникли. Возможно, стоит сделать какие-то вопрос-ответ формат. Если так, так же напишите. И ещё, если у вас нет времени смотреть видео, у вас плохая связь, не знаю, обязательно зайдите по ссылочке, где мы загружаем аудио форматы этих же видео. Именно тех видео, которые длительные, возможно, там нету много на что смотреть. Но вы можете себе спокойно слушать либо в браузере на компьютере, либо в телефоне, не имея проблем с интернетом, потому что аудио занимает намного меньше. Подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк этому видео. На этом всё. Пока. До следующего раза.